Пирожки с печенью Стандартные приправы Репчатый лук, чеснок, соль, перец Тесто дрожжевое Для теста мне понадобится 250 мл тёплой воды Воду вскипятила и остудила до тёплого состояния Добавляю 250 мл минеральной воды с газами Добавляю столовую ложку соли Я использую розовую соль Две столовые ложки без горки сахара Всё перемешиваем Как только кристаллы соли и сахара соединятся Добавляю сюда дрожжи Я использую сырые В количестве 42 грамма Можно использовать сухие Два пакетика В каждом пакетике по 7 грамм 14 грамм сухих Если нет сырых Всё размешиваем до полного растворения Комочков дрожжей Добавляю сюда несколько ложек ароматного оливкового масла Раз, два, три Вот, достаточно Снова хорошенько перемешиваю И чтобы придать аромат тесту Добавляю сюда столовую ложку приправ для пиццы Вот так Высыпаю муку Муку заранее просеяла 800 грамм Замешиваю тесто Мука под номером 405 Вот такое тесто у нас получилось Вот, посмотрите Тесту нужно будет дать отдохнуть Подняться В объёме В два-три раза Чтобы тесто сверху не заветрилось Накрываем Крышкой Или полотенчиком И отправляем в тёплое место Для начинки мне понадобится 900 грамм печени Печень нужно будет измельчить в блендере Также можно прокрутить через мясорубку Печень на ночь залила холодной водой И в течение ночи печень у меня вымачивалась Рекомендую это сделать Обычной водой Многие заливают молоком Куриная печёнка очень нежная Ей достаточно воды На 900 грамм печени идёт 4 средних луковицы Лук нужно будет порезать мелко И 2 зубчика чеснока Я использую такие вот крупные зубчики чеснока Соль, чёрный перец по вкусу Нарезку лука я вам показывать не буду Сразу перейдём к приготовлению начинки Для приготовления начинки Буду использовать топлёное сливочное масло Масло топлёное при жарке не горит Ребят, с начинки Очень вкусный аромат Такой сливочный Мне вот так вот нравится На топлёном масле Добавляем сюда репчатый лук И обжариваем до мягкости Золотистости За минуту до окончания жарки лука Добавляем сюда мелко порезанный чеснок Всё обжарилось На этой же сковороде Буду обжаривать печень Масло добавлять не нужно Печень нужно будет обжаривать При постоянном помешивании Она такая нежная Может пригорать И вот сейчас Выжариваем всю жидкость из печени Вот видите Образовывается жидкость Её обязательно нужно выпарить Чтобы печёнка была сухой Начинку теперь по вкусу Нужно будет посолить И поперчить Соль Чёрный перец И теперь нужно будет дать начинке остыть Остужаю при комнатной температуре Моё тесто отлично подошло Для этого потребовалось около часа времени Пирожки сегодня буду формировать В форме треугольников Беру кусок теста Припыляю мукой И раскатываю в пласт Вырезаю кружки Каждый кружочек Кружочек ещё нужно будет раскатать Формируйте пирожки Удобным для вас способом Есть несколько способов Для меня вот этот вот способ Самый лёгкий И самое быстрое Масло заранее поставила на разогрев Разогреваю на умеренной температуре Если масло быстро разогреть То пирожок снаружи очень быстро поджарится А внутри будет сыроватый Поэтому разогревайте масло На умеренной температуре На центр круга Выкладываю начинку Я люблю, когда много начинки Вот, формирую Вот такими треугольничками Также пирожочки Можно приготовить В форме листика Круглые Кому как нравится На моём канале Можете посмотреть У меня очень много Видео пирожков Я очень люблю печь пирожки Вообще Вообще Возиться с тестом Люблю Это очень расслабляет Меня Вот Тесто такое В крабушку Потому что мы добавляли сюда Приправы Готовность масла проверяю с помощью деревянной палочки Вот так хорошо перемешиваю Чтобы масло Равномерно прогрелось На умеренной температуре И вот так вот Посередине Ставлю палочку Смотрите Возле палочки Собираются Такие пузырьки Это значит Что масло Готово К работе Можно приступать К жарке На одной стороне Обжарились Переворачиваем На другую сторону Рекомендую работать В перчатках Чтобы не обжечь Руки Сначала пирожки Укладываю на решетку Чтобы стек Лишний жир Вот Посмотрите Как пирожки Поджарились Очень румяные Закладываю Следующую партию И таким способом Вот поступаю Пока все у меня тут Не пережало Посмотрите Сколько пирожков У нас Вышло За кадром Я конечно Успела Два пирожка Слопать Очень вкусные Невероятно Вкусные Пирожки Так как В тесто Мы не добавляли Яйца Они долго Остаются Мягкие Не черствеют Такие вот Прям Воздушные Невесомые Пирожочки И давайте Сейчас возьму Один Отлежавшийся Покажу В разрезе Очень много Начинки Тоненькое Тесто Все здесь В этом пирожке Прекрасно Непременно Попробуйте Испечь И вы Это ведь Не только Вкусно Но и Очень Полезно На сегодня Все Всем пока И до следующих Встреч В новом Видео Прекрасно